Всем привет! Вы на канале Наталья Еселевич. Сегодня нас ждет интересный формат, такая новая рубрика «Вопрос-ответы», сейчас вас познакомлю. Здесь на канале я продолжаю рассказывать о современных безопасных бьюти-процедурах, о том, как все успевать женщине современной, которая занята, успевать все вместе проводить время с семьей, строить карьеру и при этом выглядеть ухоженно и индивидуально, что главное. Знакомьтесь, это Сергей Владимирович, доктор Длин. Сергей согласился с нами сегодня пообщаться о том, как комплексно сохранять ваше здоровье и красоту. Сегодня мы узнаем о том, как зажимы, например, где-нибудь копчика влияют на какую-нибудь морщину. Вот есть такая связь? Я хочу узнать. Ну, есть на самом деле, но это, конечно, все очень, скажем так, ну, утрировано, можно сказать, но по-хорошему, если говорить, например, вы затронули вопросы позвоночника, то, например, грудной отдел очень сильно влияет на нарушение оттока крови от головы, соответственно, нарушается микроциркуляция в области лица в том числе. Если мы это сейчас говорим в разрезе именно антиэйдж или там, ну, красоты лица, то, конечно же, осанка, конечно же, состояние грудного, шейного отдела точно будет влиять на, скажем так, на продление и молодости, на улучшение состояния кожи лица за счет того, что улучшаются обменные процессы там. Вот, и сегодня, оставайтесь до конца, вот такие, знаете, фишечки буду выведывать сегодня, вот как минимальными трудозатратами, я не говорю там часовые тренировки или разминания, как мы себе можем помочь, на что уделять внимание для того, чтобы вот в целом, знаете, гармонично взрослеть и именно сохранять вашу индивидуальность без уколов, без каких-то лишних таких процедур, а именно очень естественно и экологично. В прошлых видео я рассказывала о том, что мы внедрили у себя в СЛЕ Эстетикс во всех салонах процедуру естественного оложения, сегодня тоже задам вопросы Сергею Владимировичу. И Сергей, кстати, клиника здоровья позвоночника, клиника находится в Москве, у Сергея потрясающий блог про здоровье, и сколько, уже больше 700 тысяч подписчиков, 600? Уже скоро 800 перевалим. Вот, видите, не успеваю смотреть, у него уже скоро будет миллион, пока это видео выйдет. Сергей, девушки ждут какой-то волшебной таблетки, волшебный крем за там столько-то тысяч долларов, либо волшебный укол. Вот сейчас я уколюсь, и я стану красивой. Вот все-таки это работает или не работает? На самом деле я с этим тоже сталкиваюсь, то есть большинство хотят волшебной таблетки, и не только в красоте, а вообще вот в здоровье. Что-то вот случилось, и нужно сразу убрать. И те же уколы, например, в косметологии для лица, либо кремы, они не будут работать, если внутри что-то не так. То есть, грубо говоря, можно привести пример такой, что когда мы наводим внутри у себя порядок, зачастую никакие уколы не нужны. Ну, то есть, организм сам естественным образом поддерживает все. Но если внутри есть какие-то изменения, какие-то нарушения, ну, даже элементарно кровоток нарушен, вот просто взять. Кровоток нарушен, клетки не обновляются, метаболизм замедлен, вот, идет процесс старения, то есть, когда старые клетки не выводят с организмом нормально, вот, то коли не коли, вот этот вот процесс молодости все равно будет процесс увядания идти. Вот, поэтому здесь и косметологи, кстати говоря, очень многие, кто занимаются, врачи, направлением противовозрастной медицины, то есть антиэйджем, они знают, что работая снаружи, нужно обязательно навести порядок внутри. Но с чего ты посоветуешься? Со спорта, либо с кишечника, с микробиома? Ну, я советую, кишечник – это основа, то есть, если у нас в организм поступает достаточное количество микронутриентов, все хорошо работает, там, вводные системы все работают, там, детоксикация нормальная, то есть, мусор, который постоянно, каждый день собирается, организм его выводит, и он не отражается, естественно, на нашем, ну, в кавычках назовем так, лице, то есть, на нашей молодости, то, конечно, кишечник – это основа, то есть, это важная часть, на которую нужно обращать внимание. И если, я часто даже в своей практике сталкиваюсь с пациентами, которые могут иметь, например, там, периодически вздутие, когда поел, ну, поел, вроде как, животик вздувается, и, там, через 15-20-30 минут это все проходит, человек не обращает на это внимания. Вот на эти тонкости с дискомфортами, на них надо обращать внимание, а не ждать, когда уже там… – Соображение, да? – Серьезное. – Да, брожение, нарушение микрофлоры, то есть, нужно с этим работать, потому что именно за счет нее наш организм через еду-то получает микронутриенты. А если там непорядок, то и будут недостатки, там, магния, кальция, вот этих всех витаминов, вот. А если нет витаминов, значит, внутри не будет и процессов для омоложения. – Слушайте, вот на самом деле, да, я где-то года 3 назад, мне было 37, я прошла курс нутрициологии. Девчонки, я вам советую просто разобраться для себя, потому что от питания зависит здоровье всей семьи. У меня семья большая, да, у нас уже 6 человек, и получается то, что мы готовим, это потом отражается на будущее, в детях закладывается. И я вот уже на протяжении где-то, наверное, 2-х лет, я вообще отказалась от молочки. Раньше думала, что я не смогу, ну, вот все воспаление, раньше у меня, когда я ношу маску, да, когда, допустим, я мастером работаю, и постоянно воспаление, какие-то высыпания, вот сейчас вообще в коже, но поры очищаются. И это действительно работает. Молочка, да, от нее, как бы, здесь вопрос идет непереносимости лактозы. Но я, например, молочку, вот сам лично, я тоже ее, скажем так, уменьшил, но оставил, допустим, кисломолочные продукты надо, вот, потом некоторые молочные продукты, ну, все равно хочется что-то добавлять же в кофе, да, еще что-то такое, зачастую беру просто безлактозное. То есть это тоже выход, вот, и все-таки, как ни крути, организму все равно нужны те микроэлементы, которые там находятся. Поэтому здесь вопрос вот именно лактозной непереносимости и аутоиммунной вот этой аллергической реакции, которая наносит очень большой вред организму, когда формируется воспаление. И та, правильно ты говоришь, вопрос этих воспалений, хронических воспалений, он, конечно, влияет на продление молодости, здоровья, активного такого долголетия. Если там у молодых, допустим, девушек, вот, брать там плюс-минус 30 лет, то, опять же, когда мы начинаем ухаживать за, вот, если пример привести, например, за автомобилем, да, за новым автомобилем, начинаем вовремя ухаживать. Он все время новый и держится. А если мы его, извиняюсь, изнасиловали со всех сторон, автомобиль уже еле живой, понятно, он уже, ну, грубо говоря, требует уже не ухода, а ремонта, вот, зачастую замены запчастей, а с организмом так не получится. То есть ты не заменишь. Это процесс выхода из этого, из этой, ну, накопленной хронизации, которая копилась годами, она занимает очень много времени для самого организма, для восстановления, а также очень большое внимание будет занимать и у человека, кто будет акцентировать на это внимание. Главное осознать, что все принять и простить, что работа над здоровьем – это дисциплина, это системно, это навсегда. Да, что еще? Вот мы с микробиомом разобрались, но наверняка это еще помимо продуктов, да, что они должны быть простые, естественные, по сочетанию, там, без быстрых углеводов. Какие основные добавки ты бы посоветовал именно для направленности кожи? Ну, я бы сейчас не про добавки сказал, а про то, что если человек спокойно, ну, то есть питается правильно, у него сбалансированный рацион, нет каких-то перегрузок в сторону, например, избыточного количества углеводов. То есть, если у него избыток углеводов, у него где-то он будет проваливаться, в белках или в жирах. Часто очень люди начинают удерживать, например, низкожировые диеты, что тоже наносит вред организму. Но если у него все сбалансировано, организм получает нужное количество микронутриентов. И здесь встает второй вопрос. Доставки их кровотоком к клеткам. Ну, в самые отдаленные участки тканей. То есть, у нас, допустим, вот есть артерии, они переходят в более маленькие капилляры, еще меньше, меньше, меньше. И уже, знаете, как река, которая... Как листики архивала деревьев. Да, да, да. Когда она течет уже все хуже и хуже, и в зонах, где формируется, например, тот же самый мышечный спазм, вот, формируются такие застои этой реки. То есть, она не может течь. Там все спазмировано. Болоце. Абсолютно верно. Вот этот вот застой как раз, и недостаток питания, вот это болоце. А что в болоце происходит, если мы видим? Там часто все цветет. Плесень или что там, всякие. Ну, то есть, оно не проточное. То есть, туда не поступают эти клетки, не дополучают, да, нужного питания. И поэтому в зонах, где вот такие нарушения формируются, там, это не только лицо. Вот это вообще в целом в тканях и в органах тоже часто такое формируется. Вот эти зоны, они, естественно, и работать не будут лучше. Мышцы недополучают, допустим, питание. Ну, если берем лицо. Вот. Понятно, она будет дряблая. Она не сможет так сокращаться, как нужно. Не сможет тонус держать. Поэтому кровоток и нормализация кровотока в антиэйже лежит в одной из основ. Потому что старение связано с тем, что он снижается. То есть, недостаток микроинтриентов. И другая часть – это трубы, по которым они текут, грубо говоря, и попадают. Да, да. Поэтому тут, грубо говоря, кровоток тоже, как сказать, это базовая история. Следить за этим тоже нужно. Поэтому многие кто-то массажи делает. Есть много разных способов. И наши методы, например, по лечению артрозов, позвоночника и суставов, там, где хронизация, все направлены на улучшение кровотока. Восстанавливаешь кровоток, идут питательные вещества, клетки начинают обновляться, идут восстановительные репаративные процессы. Все же просто. Поэтому вопрос микронутриентов, он как бы вторичный. Потому что их можно добавлять при недостатках, но нельзя думать, что вот купил баночку, где написано «от морщин», и у тебя все исчезнет. Если ты ничего не делаешь больше. Конечно, да. Важнее кровоток. Это супер идея. Потому что сейчас реально много течения пошло. Бады заказывают, заказывают, заказывают. И забывать про кровоток. Боже, как гениально. И давайте в следующем видео мы как раз-таки раскроем секрет, а как же наладить кровоток просто, без боли и на регулярной основе. Оставайтесь со мной на канале. Всем пока. В следующем видео мы продолжаем разговор с Сергеем Владимировичем. Субтитры сделал DimaTorzok